На страже порядка днём и ночью. Поздравления и слова благодарности в адрес сотрудников органов внутренних дел звучали накануне профессионального праздника. Проблема дефицита кадров, изменения в уставе района, пособия молодым специалистам. Об этом и о многом другом говорили на очередной сессии Совета депутатов. В 21 веке вода по расписанию. Проблема с водоснабжением в микрорайоне Западный в рубрике «Обратная связь». Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы смотрите новости Богучанского телевидения в студии Анны Смирнова и далее обо всём по порядку. По информации отдела МВД России по Богучанскому району, сотрудники отдела выявили факт хранения взрывчатых веществ, боеприпасов и оружия. В ходе осмотра места происшествия по факту кражи в посёлке Кижек Богучанского района, дознавателями в частном доме обнаружены взрывчатые вещества общей массой 750 граммов, приспособления по изготовлению самозарядных патронов, два гладкоствольных ружья и 34 патрона. Полицейскими было установлено, что ранее судимый за сбыт ружья, 40-летний местный житель, незаконно хранил в свободном для посторонних лиц доступе своей квартиры ружья, боеприпасы и взрывчатые вещества. В отношении мужчины дознавателями полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение взрывчатых веществ». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Также мужчина понесёт ответственность по части 6 статьи 20.8 Кодекса об административных правонарушениях «Незаконное хранение огнестрельного гладкоствольного оружия», санкция которой предусматривает штраф до 5000 рублей. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полицейский напоминает об уголовной ответственности за незаконные приобретения, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. В случае добровольной сдачи оружия гражданин освобождается от уголовной ответственности, при этом ему выплачиваются денежные средства в пределах, установленных бюджетом края. Как не стать жертвой мошенников? Продолжаем показывать, на какие уловки идут недобропорядочные люди для того, чтобы присвоить ваши денежные средства. Житель посёлка Таёжный едва не лишился денег, который хранит на пластиковой карте. В пятницу мне посвятил звонок известного номера. Подняв трубку, на том трубпроводе мне представились работники Мистербанка. Сообщили, что у меня происходят какие-то подозрительные операции по карте, что производится перевод некому лицу из другой региона. Такая операция раньше не была зафиксирована. И для того, чтобы предотвратить мошеннические действия, мне попросили в режиме подтверждения голосового идентификации голосовой продиктовать номер карты. Зачем-то, но я это сделал. Далее человек на другом конце провода попросил пройти до банкомата и произвести ряд операций. Евгения это насторожила. Ни один сотрудник Сбербанка ранее подобное не предлагал. На что он ответил, банкомат находится в 20 минутах ходьбы от его дома. Мошенники все же перезвонили через какое-то время. Евгений рассказал им о звонке на горячую линию Сбербанка, что в ходе разговора ему внесли ясность представители банка, которые не запрашивают подобную информацию у своих клиентов, после чего послышались в трубке гудки. С телефонным мошенничеством Евгений Александров сталкивается не впервые, но никогда не теряет бдительность и всегда перепроверяет поступившую информацию или игнорирует, чего и вам желает. По информации отдела МВД по Богучанскому району, Богучанский район принял эстафету челленджа «Мамы рулят». В Богучанском районе к челленджу «Мамы рулят» вместе с виновницами предстоящего торжества присоединились дети и педагоги. Участие в мероприятиях приняли многодетные мамы Лидия Глебова и Светлана Чешкова. Они на своем примере показали, как от мам зависит безопасность детей на дороге. А юные воспитанники детского сада презентовали свои рисунки на тему «Мама-водитель, мой ангел-хранитель». Радеющие за безопасность детей мамы из родительского патруля провели рейд и призвали родителей-автолюбителей соблюдать правила перевозки детей. Подготовили заботливые мамы и видеообращение, в котором проскандировали «Не гоните, пристегните, в кресло сына Кроху посадите, на руках вы, деток, не возите, чадо свое берегите». И передали эстафету своим территориальным соседям, мамам из Кежемского района. В нашу телекомпанию обратились жители микрорайона Западный и пожаловались на плохое водоснабжение. Съемочная группа выехала на место, чтобы разобраться в ситуации. «Мама-водитель, мой ангел-хранитель, мой ангел-хранитель, мой ангел-хранитель» «Это началось еще с лета. Летом начинается только чуть потеплело и начинаются проблемы с водой. Говорят, что старое оборудование башни не успевает накачивать». Представители улиц-строителей, энтузиастов мира «50 лет ангарской правды» и «Парковой» рассказали, что в их дома полностью или частично не поступает холодная вода. Она подается в определенный отрезок времени, но напор ее минимальный. Каждый выходит из положения как может. Обратились к диспетчеру водных ресурсов, на что получили объяснение. Ведутся ремонтные работы. «Я не знаю, что теперь будет весной. Вода, по крайней мере, по ангарской правде, вчера вечером появилась. Мы не знаем, надолго ли она появилась. Но сегодня она… Нет, напор маленький. Нет, нет». В ходе разговора удалось выяснить, что отсутствует вода не только на устаревших сетях водоснабжения, но и на новых. «Старая трасса. Через всю трассу старую идет. Вода-то». «Вы где живете на Парковой?» «В низную. А мы на Парковой. У нас новая трасса. У нас нет воды». Низкий напор воды был и в летнее время. Связано это с большим объемом потребления в жаркое время. «Где правда? Почему нет воды? Потому что порыв, потому что оборудование старое. Почему нет воды? Кому обращаться?» Эта тема стала основной на еженедельном совещании в администрации Богучанского района, где с закладом выступил руководитель водных ресурсов Владислав Дмитриев. «Порывов много. Только вот за последние вот эти три дня мы нашли три точки таких достаточно больших. Для понимания на слов скажу, что в день утекает порядка 240 кубов воды при среднем норме расхода 30 кубов. То есть пока была вода лишняя, то есть система справлялась, все как только скважины не стало, соответственно воды стало не хватать, соответственно началась вот эта проблема разрастаться». Со слов Владислава Дмитриева, проблемы копились годами и пришло время, когда стало невозможно осуществлять бесперебойное водоснабжение жильцам этих улиц. В большинстве случаев водопровод строили сами жители и, возможно, не все технические требования были соблюдены. «Дистанционно мы этого не можем, потому что, к сожалению, еще очень много абонентов безучетных и выхода не отсутствует. Запорная арматура, рассекающая арматура, то есть стихийно сложившаяся система. Поэтому как бы вот так вот прийти и сразу сказать, где вот здесь, практически ищем, так сказать, на облом лазере. Да, рассекаем, ставим дополнительную арматуру, то есть методом проб и ошибок и, в общем, где-то даже от воли случая». Ранее с сельсоветом был согласован график подачи воды на аварийные участки. Ведутся работы по ремонту трубопровода. Уже найдены три утечки воды. «Воронка тут же уходит». Через такие порывы в сетях утекают около 140 кубов воды в сутки. И, соответственно, вода не доходит до потребителя или поступает с низким напором. Но пока работы по поиску и устранению таких повреждений продолжаются, вода жителям подается по графику. Улица Мира, улица 50 лет Ангарской правды, с 9 по 23 дом и переулок Малый с 11 до 16 часов. Улица Кутузова, улица 50 лет Ангарской правды, с 3 по 8 дом, улица Заводская, с 18 по 22 дом, с 16 до 21 часа. В компании «Водные ресурсы» пояснили, что это временная мера. При устранении всех утечек ситуация с водой у жителей этих улиц должна нормализоваться. В администрации Богучанского района прошла 41-я очередная сессия Богучанского районного совета депутатов, на которой рассмотрели 10 вопросов. Подробности в следующем сюжете выпуска. В районный совет депутатов выбрано 24 человека. На заседании присутствовали 16 депутатов. Этого достаточно для принятия решений. Депутаты единогласно проголосовали за повестку дня, в которой 10 вопросов. Выбрали секретаря заседания и перешли к основным вопросам. Исполняющий обязанности председателя отчитался о работе районного совета за 2019 год. В районном совете постоянно действуют комиссии по экономике и финансам, социальным вопросам, законности, управлению муниципальным имуществом ЖКХ. За отчетный период проведено 11 сессий. Принято 71 решение и 57 нормативно-правовых актов. 2018 год был сложен во всех отношениях. И в политическом, и в экономическом. Но благодаря серьезному и взвешенному подходу к своим обязанностям депутатами принимали жизненно важные решения, направленные на увеличение жизнеспособности Багучанского района и его экономического и социального развития. Возначил проблемные вопросы. Остро стоит дефицит кадров здравоохранения и образования. Даже если привлекать кадры из других районов, на данный момент обеспечить всех специалистов жильем нет возможности. Депутаты приняли к сведению отчет председателя и продолжили работу. По вопросу внесения изменений дополнений в бюджет 2019 года выступила начальник финансового управления администрации Багучанского района Валентина Монахова. Предлагается внести в решение о районном бюджете следующие изменения. Увеличение доходов районного бюджета с учетом поступивших уведомлений об изменении бюджетных осигнований из краевого бюджета в целом на 5 миллионов 875 тысяч, в том числе уточняется осуществление ступенций, переданных на передачу полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. В целом будет уменьшено на 187,6 тысяч рублей. Выделены средства на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 4 ребенка, 4 миллиона 274,7 тысяч рублей, на 4 квартиры. На выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации имя отдельных расходных обязательств, то есть восстановлены средства по расходам, которые мы принесли за счет бюджета, выделяя средства на покрытие убытков по автотранспортному предприятию. 12 миллионов 306 тысяч рублей. Все эти изменения и дополнения депутаты приняли. Далее внесли изменения в устав Богучанского района. Также рассмотрели установление единовременного пособия молодым специалистам, работающим в образовательных организациях на территории района. В связи с острой нехваткой квалифицированных педагогических кадров в образовательных организациях, в целях привлечения и сохранения новых педагогических кадров на территории Богучанского района и обеспечения дополнительных мер социальной поддержки молодых специалистов системы образования, предлагается установить выплату единовременного подъемного пособия молодым специалистам. В связи с чем просим вас установить расходные обязательства на выплату подъемных молодым специалистам, а также определить источник. А механизм исполнения данных обязательств возлагается на администрацию. Некоторых депутатов поразила сумма этой выплаты. Она составляет около 30 тысяч рублей. Депутаты понимают, что за такую маленькую выплату никто в Богучанский район не поедет. Но учитывая то, что бюджет дефицитный, решили утвердить хотя бы такую меру в поддержке молодых педагогов. Заключительными вопросами рассмотрели заявление депутата Екатерины Родченковой о сложении полномочий по семейным обстоятельствам и приняли его. А досрочное прекращение полномочий депутата Татьяны Поспеловой решили не принимать, проголосовали против. Поэтому Татьяна Владимировна продолжает депутатскую деятельность. 10 ноября – день сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Накануне праздника в районном доме культуры «Янтарь» прошло торжественное мероприятие. Преступность, как болезнь, заражает людей и делает их жестокими и эгоистичными. К сожалению, справиться с ней окончательно невозможно. Но люди всегда могут положиться на сотрудников полиции, как своих защитников. Стражей про грядка и справедливости. В зрительном зале весь личный состав отдела полиции, за исключением тех, кто на дежурстве. Наиболее отличившимся в службе сотрудникам вручили звания, значки и благодарственные письма. Письмом председателя законодательного собрания поблагодарили подполковника Геннадия Уделько, который служит в полиции 24 года. Геннадий Уделько рассказал, какими качествами должен обладать сотрудник полиции. Честность, доброжелательность и умение улаживать конфликты. Также в этот день были названы победители соревнований по стрельбе и стабильного оружия. Ими среди женщин стала старший юрист-консульт Юлия Барановская. Среди мужчин пальму первенства поделили начальник ОГИБДД Дмитрий Цих, начальник тылового обеспечения Владимир Арасланов, старший оперуполномоченной группы по контролю за оборотом наркотиков Евгений Селиванов. Главный полицейский района Василий Чижадо вручил подарки детям, принявшим участие в конкурсе «Мои родители работают в полиции». С теплыми словами благодарности за службу перед личным составом отдела МВД России по Богучанскому району и их семьями ветеранами ОВД выступили заместитель главы района Иван Брюханов, иеромонах Платон храма Первоапостольных Петра и Павла, и председатель общественного совета Федор Димчев. В этот день от души хочется вас поздравить, чтобы вы стойко и мужественно шли по ступеньям службы, потому что не всегда все в нашей службе гладко и хорошо. Бывают свои трудности, чтобы вы стойко и мужественно приносили служебный долг, гордились своей работой и подольше, подольше, подольше оставались на страже правопорядка. «Я пришла в органы внутренних дел в 73-м году, в апреле месяце. 20 лет я прослужила в инспекции по делам несовершеннолетних, 20. И каждый этого держит. 5 лет в штабе и 13 лет в уголовной исполнительной системе. Свою работу надо любить, а главное, надо любить, значит, не любить людей, а уважать людей, значит, несмотря на то, что, допустим, если они совершили какое-то даже преступление, то есть надо относиться ко всем по-человечески. Тогда будет отдача, будет уважение, будет авторитет». Каждый год на службу в полицию приходят молодые сотрудники бороться с преступностью, и благодаря их работе добропорядочные граждане чувствуют себя в безопасности. Торжественное мероприятие в честь Дня сотрудника органов внутренних дел закончилось праздничным концертом, который скрасил полицейские будни. Анастасия Агеева, Александр Черкашин, телекомпания «Спектр», «Богучаны». В Центре дополнительного образования состоялся первый отборочный этап третьего сезона интеллектуальной игры «Что, где, когда». В ней приняли участие команды богучанских школ. Вопросы прозвучали самые разные – на логику и эрудицию. Руководитель Центра дополнительного образования Ирина Корнева отметила, что участники с легкостью ответили на все вопросы в разделе о Великой Отечественной войне, что приятно порадовало. Также отметила команда болельщиков. Общеобразовательная школа номер один способствовала игрокам и корректно поддерживала в процессе игры. Победителями стала школа номер один. Второе место заслуженно получила школа номер четыре. Интеллектуальные лидеры показали не только достойный результат в знаниях, но и командный дух. Мероприятие пользуется популярностью и носит массовый характер. В ближайшее время игра пройдет по всем кустовым территориям района, первая из которых состоится в Ангарском. Пенчукскому Дому культуры Сибирь 55 лет. В честь юбилея состоялся праздничный концерт, на котором можно было вспомнить исторические годы клуба, где росло и воспитывалось не одно поколение. Творческий путь длиною в 55 лет прошел Дом культуры Сибирь. В нем занимаются дарования самых разных возрастов – от 4 до 80 лет. В разные годы переступивший этот порог считаем его необыкновенным и неповторимым. Более ста сотрудников на протяжении многих лет дарят людям свой профессиональный опыт. Талантливые люди Пенчуги прошли здесь свою первую школу творчества и получили первое признание зрителей. Многие из них приводят сюда своих внуков. С поздравлениями на сцену вышел почетный гость Иван Брюханов, заместитель главы района. Я желаю неиссякаемого здоровья творческим коллективам, творческих успехов, достижения своих мечтаний, чтобы каждый участник творческого коллектива стремился быть ярче и лучше, блистать не только на сцене ДК «Сибирь», но и на сцене районного дома культуры, на краевых, международных российских сценах. Поэтому вот все начинается именно вот с таких сельских домов культуры, когда раскрываются таланты. Многие жители поселка, в том числе и я, еще в подростковом возрасте, приходили в эти гостеприимные стены. А сегодня ведем сюда своих детей. Благодарю действующий коллектив и те, кто на протяжении 55 лет вносили свой вклад в развитие культуры нашего села. На торжественном мероприятии прозвучало множество поздравлений. А какой юбилей без подарков! Все гости, которые выходили на сцену, старались сделать приятный сюрприз. Зачитать благодарственное письмо вручается коллективу сельского дома культуры «Сибирь» поселка Пенчуга за большой вклад в развитие художественного и самодеятельного творчества и в связи с 50-летием образования с пожеланиями, новых идей и стремлений. Не обошлось и без шуточных номеров. Зал бурными эмоциями оценил выступления команды КВН «ТОС». Многие рэперы в начале своих песен используют лиричный разговор с девушкой. А теперь представьте, у рэпера нет девушки. Пау, 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 что же делать? С ног, иди кушать! О, мам, мне нужна твоя помощь! Что нужно? Мне для трека нужно записать диричный телефонный разговор. Я тебе сейчас позвоню, а ты мне подыграй. Хорошо. Привет, мам. Привет, сынок. Как там отец? У телевизора... Да, мам! Нужно, чтобы разговор брал людей за душу. Все, я поняла. Привет, мам. Привет, сынок. Как там отец? Умер. В смысле? У телевизора? Да, мам! Ладно, ладно, давай еще раз. Привет, мам. Привет, сынок. Ой, подожди, тут папа на второй линии. Лёха, принеси пульт от телевизора. Да, мам! С юбилеем поздравил директор районного дома культуры Владимир Смолин, после чего на сцену пригласили первых работников клуба «Сибирь». Среди них участницы вокальной группы «Северяночка», а также «Евгения Журавлёва», «Владимир Корольчук», «Полина Франц», «Мария Романова», «Людмила Михайлова», «Александра Анисимова», «Татьяна Филяюшкина», «Валентина Лобанова», «Татьяна Аникина» и «Вера Костюкович». Спонсорами юбилейного торжества стала компания «Краслес Инвест». Директор по персоналу Елена Недыбалюк выступила с добрыми пожеланиями. Пусть этот дом всегда будет многолюдным, здесь будет тепло и интересным для всех. И наш большой подарок. Также поздравления прозвучали от представителей детского сада «Солнышко» и «Колосок», директора Пинчукской школы, от Совета ветеранов, врачебной амбулатории, сельской библиотеки и дома-интерната. Синее, бездонное, чистое, высокое, черное, холодное, гордое, жестокое, звездное, колючее, близкое, далекое, Неградили активистов, одним из которых является работник Дома культуры и талантливый исполнитель, любимец публики Роман Шкутов. ПЕСНЯ Нечто большее, чем просто сельский дом культуры. Это наш второй дом. Здесь воплощаются самые яркие моменты в нашей жизни. Это часть нас. Если бы не сельский дом культуры, мы бы не смогли найти эту дружную семью. Мы бы не знали, что такое сцена. Мы бы не знали, что такое смех, что значит радовать людей, что значит смешить народ. Мы бы просто не смогли найти таких хороших друзей. Это вот как наш второй дом был здесь. Мы здесь отмечали свои даже дни рождения, юбилеи. На всех праздниках мы участвуем. На всех. Мы объехали почти на весь район. Везде были, во всех поселках. Первые репетиции, первые удачи и слезы, первые аплодисменты. Все это в стенах Дома культуры целых 55 лет. После очередного мероприятия закроется занавес, чтобы открыться вновь и показать зрителю новые успехи творческих коллективов. Слезой дождя на мокром огне, Ясный мой свет, ты на пешине, Весенним лучом на белой стене. Ясный мой свет, ты на пешине, Слезой дождя на мокром огне, Ясный мой свет, ты на пешине, Весенним лучом на белой стене. Впереди у Дома культуры Сибирь очередной этап. Опыт, накопленный за 55 лет творческой жизни, будет передаваться и приумножаться из поколения в поколение. Анастасия Агеева, Владислав Тимощенко, телекомпания «Спектр», «Богучаны». Это были все новости нашего выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь наше будущее. Я кому сказала? Поговори мне еще! И слышать ничего не желаю. Я неясно выражаюсь. Что тут непонятного? И что, и звука! Дайте слово своим детям. Научитесь их слушать. А вдруг они вам скажут что-то очень важное. Мам, я люблю тебя. Воспитание. Всегда диалог. Мобильный центр занятости населения «Богучанского района». 20 ноября 2019 года. Единый день выезда. Мероприятие для работодателей. Информирование о программах и государственных услугах службы занятости. Региональная программа мобильности трудовых ресурсов. Организация общественных и временных работ. Поселок Таежный. Улица Новая, 5. Здание администрации Таежненского сельсовета. Они вырастают и становятся похожими на нас. Воспитывая детей, начинайте с себя. Я кому сказала? Поговори мне еще! И слышать ничего не желаю. Я неясно выражаюсь. Что тут непонятного? И что, и звука? Дайте слово своим детям. Научитесь их слушать. А вдруг они вам скажут что-то очень важное. Мам, я люблю тебя. Воспитание. Всегда диалог. Семья как матрешка. Наполните жизнь счастьем. Редактор субтитров А.Семкин